Ловите идеи, чем занять первоклашку после школы, пока родители на работе, можно смастерить из картонной коробки домик для кукол или гараж для машинок. Отдайте ненужные обои и кусочки ткани, чтобы сделать в домике уют. Покажите, как безопасно вырезать окна и двери и предложите попробовать разные варианты планировки. Кстати, пальчиковые игры нужны не только карапузам. Школьники в тренировке пальцев нуждаются особенно. Поэтому совмещаем веселое с полезным и предлагаем лепить из пластилина, глины, играть с мозаикой или конструктором. Все это улучшит почерк и поможет ловко управляться с карандашом и ручкой. Если дома есть рулон бумажного скотча, накануне вечера можно подготовить несколько напольных игр. Классики. В качестве битки можно использовать пластиковую чашечку или кукольное блюдце. Напольный тир. Сделайте на полу мишень из нескольких окружностей и пусть ребенок запускает в нее пластиковый шарик. Нужно подкатить его как можно ближе к центру и соревноваться с самим собой. В дженгу тоже можно играть самому. Сначала ребенок строит башню из деревянных блоков, а потом вытягивает по одному бруску и ставит наверх. Движения должны быть точными, аккуратными. Игра развивает пространственное и образное мышление. Внимание, логику и абстрактное мышление развивает головоломка Танграмм. И в нее тоже можно поиграть после школы. Суть в том, чтобы из геометрических фигур собрать силуэт человека, животного, цифру, букву или какой-то транспорт. Главное использовать все семь деталей. Иначе не считается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова